Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Вообще, этот влог будет весь посвящен красоте, наверное. Я хочу привести себя в порядок. В общем, ждала я понедельника, скажу я вам. Долго ждала, надеялась, что с понедельника у нас все-таки парикмахерские откроются. И у меня уже такая дилемма челку, либо уже самой стричь. Вы смотрите, она мне в глаза прям лезет. Ну, на голове просто полный кавардак. Я уже с этим ничего сделать не смогу. Это только специалистам разберется. Я думаю, стричь мне челку или не стричь. Думаю, дозвонюсь. Еле дозвонилась в салон. Ну, линия была занята. Но это лучше, чем вообще свободно никто не брал трубку. В общем, дозвонилась, пообщалась с девушкой на ресепшене. И она говорит, мы пока не открываемся. Хотя нам говорили, что откроют нас с понедельника. Мы уже подготовились, дезинфицирующие средства, все, что положено, все приготовили. Людей записали. А сегодня созванивались с администратора, с администрации города или что там. В общем, короче говоря, им сказали, пока не открываемся, потому что пока что наш губернатор еще не подписал приказ. Пока что это откладывается. В общем, неизвестно пока, на какой срок, она не знает. И она говорит, мне сейчас просто нужно людей всех выписывать, всех обзванивать, всех, кого на эту неделю записала уже. Вот такие пироги. Так что будем ждать, неизвестно какой даты. И я уже ждать не могу. Короче, сейчас пойду я челку подстригу. А потом я хочу, девочки, подстричь. Не подстричь, я хочу покрасить еще сегодня волосы. В общем, привести себя в порядок. Короче говоря. Пойду сейчас попробую почикать свою челочку. Не знаю, что будет, но я постараюсь немножко по длине ее ставить, чтобы было мастеру потом где-то простор для манипуляций, чтобы это все выровнять. Потому что я, конечно, это сделаю не так, как это должно быть. Не так, как надо. В общем, девочки, заколола я тут себе волосики, чтобы не мешали. И челку я подстригла. Ну, в общем, оставила так, чтобы было еще немножко как-то подровнять. Мне еще филировать ее надо. Я филировать ее не смогу. Но главное, чтобы в глаза не лезло, уже лучше. Вы не поверите, я обрезала сантиметра 3. Сначала сантиметра 2. Потом подсушила, смотрю, все равно длинная. Еще сантиметры. В общем, все больше не буду. Мне надо, чтобы она еще была вот так вот, когда подскочит. Я же укладываюсь, чтобы она не была сильно короткой. Девочки, я хочу еще сегодня покрасить голову. Корни уже отросли. Чтобы уже потом, когда я пойду на стрижку, чтобы у меня там корни не видны были. У меня до сих пор подписчики спрашивают некоторые, какой краской вы краситесь. Девочки, это, видимо, спрашивают те, кто смотрит редко мое видео. Потому что я каждый раз, когда собираюсь краситься, каждый раз я показываю свою краску. Девочки, Фаберлик, Десяточка, Ботаника. Ботаника 10.0, Липовый мед. Вот она, вот она. И еще в красочку я добавлю вот такое маслице, ампульный концентрат для возрастных волос. Я брала разный, но вот такой еще попробую. Ну все, когда уже голову покрашу, тогда потом вернусь к вам, потому что мне еще сегодня нужно сделать уход за лицом, за руками, за ногами. В общем, полностью весь уход я хочу сделать сегодня. Я хочу хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. Вот. А так как погода у нас такая сейчас немножко пасмурная, я чуть-чуть обленилась, девочки. И без вас мне ничего не хочется делать. Поэтому я решила, что я включу камеру и вместе с вами уже тогда я буду все делать, что нужно сделать. Вот так вот. Ну вот, мои хорошие. Я красочку на волосы намесла. Краску наношу всегда самостоятельно. Держать, кстати, буду краску 40 минут. Это чтобы хорошо уже закрасилась седина. А у кого седины нет, может быть, и меньше там по инструкции можно почитать. В общем, я всегда держу 40 минут, 45 минут. Ничего страшного. Вот. А потом смываю. Кстати, кто не умеет красить самостоятельно волосы, сейчас самое время научиться. Ну, мы раньше учились друг у друга. Я еще с юности самостоятельно крашу волосы. А у вас сейчас помощь интернет. И вы можете научиться это делать сами, сэкономив деньги, конечно, на парикмахерской. Хотя, если у кого-то милирование, то там уже самостоятельно, я уже даже не представляю, как можно это сделать. Ладно, девочки, держим 40 минут и потом смываем. Кстати, еще хочу сказать, девочки, шампунь я использую тоже Ботаника, тоже Фаберлик. Обычно я бальзамополаскиватель использую такой же. Ну, они бывают разные для разных типов волос. Но вот это корень солодки, чистотел, это для склонных к жирности волосам. Вот такой вот. Но так как я сегодня окрашиваю волосы, поэтому вот в упаковке с краской вот такой вот бальзам, это после окрашивания. Вот этот бальзам после окрашивания я использую тогда, когда окрашиваю. Кстати говоря, в упаковке с краской там помимо тюбика есть еще окислитель и баночка. Вот такой бальзамчик и перчаточки. Ну, я когда белые волосы крашу, перчатки я не использую, краска не щипет, она нормально по волосам, поэтому я нормально и руками там могу тоже что-то распределить. Ну, а это после окрашивания, значит, после окрашивания скорее всего надо ее использовать. Значит, я ее использую. А перчаточки я откладываю, когда мне нужно пойти в магазин, может быть, и там требуется перчатки одеть, они у меня в сумочке лежат, если что, их одену и все. Вот. В хозяйстве, короче, пригодятся. Ну, а когда волосы я уже вымою, тогда уже я их обрызгиваю. Ну, масло тоже у меня специальное есть для волос, питательные там, питательные масла, в общем, тоже от Фаберлик. Но я вам покажу попозже. Фух, ну вот, девочки, я смыла краску и пока у меня эта челма на голове, я еще поделаю кое-какие дела с кожей лица. Кстати говоря, приняла душ, я вот с этим скрабиком, это скрабик Витамания, Витамин Е. Вот такой вот скрабик, зелененький. Я вам хочу сказать, скрабик отличный. Вот я иногда этим скрабом просто скрабируюсь. Раз уж я решила сегодня делать полностью уже уход, ну и поскрабировалась заодно. В общем, кайфую, кайфую. Моя кожа кайфует, все хорошо. Сейчас я просто пока челму не сняла, пока волосы собраны, я заодно поскрабирую лицо и сделаю уход А, Б, Ц. Это тоже уход Фаберлик. Этот уход я вам уже показывала, поэтому я сейчас подробности показывать не буду. В общем, наносим сначала средство А на лицо. Я на 10 минут его наношу. Наношу вот так вот кисточкой. Кисточкой мне удобнее, можно просто руками. Главное, чтобы на слизистую оно не попало. Ну, оно, как я понимаю, просто может быть раскрывает поры, смягчает там лицо или что. А второй этап у нас будет нанесение, это скрабик. Поскрабируем. И С, это уже третий этап, это будет уже такой бальзамчик, успокаивающий, противовоспалительный. Вот. Ну вот, все я, все подряд показывать не буду. Это, кстати, я уже показывала в предыдущих там своих видео. Вы это уже все знаете, этот уход. Так что, главное, на слизистую, чтобы не попало. Ну, все, когда я все это уже сделаю, тогда я и вернусь к вам, мои дорогие. Кстати говоря, Фаберлик у меня, вот я посмотрела, уже, я уже на Фаберлик перешла полностью. У меня крема все, все уходовые средства для кожи, для волос, для лица, масочки, шампуни, все дела. Все это у меня уже от Фаберлик. Поэтому, кому интересно, я оставлю ссылочку, заходите, посмотрите. Цены я не говорю, потому что цены там, каждый период каталожный, они меняются, и акции постоянно применяют, очень часто, на многие средства. Кстати, почему я остановилась на этой краске для волос? Во-первых, она мне по деньгам очень подходит, она там стоит где-то в районе 140 рублей, поэтому я полностью тюбик расходую, даже не экономлю, и она очень хорошо окрашивает волосы, седину, и для волос она щадящая, в общем, там всякие травки, муравки. Вот, все, 10 минут, потом я уже скрабик наношу, и бальзамчик наношу. Ну вот, смыла я вот это первое средство, девочки. Что еще вам хотела показать? У меня есть мист для тела, но есть еще мист и для лица. Для лица у меня закончился, поэтому, ну, для тела тоже и для лица подойдет. Кстати, после купания тоже хорошо вот этим мистом, знаете, вот он питательный, освежить кожу, например. Очень приятно пахнет. У меня и скраб киви, и вот это средство вита, тоже киви. Вот, ну, я его сейчас еще нанесу на лицо, и начну наносить скрабик. Потому что скрабик нужно наносить на влажное лицо. А я лицо промокнула полотенчиком, пока камеру включила, оно быстренько раз, и высохло. Вот. Вот такой вот скрабик наносим. А потом начинаем его массировать где-то по 2 минуты на каждой зоне. Ну, только не сильно. Аккуратненько. Нос, подбородок у меня особенный. Ну, когда помассирую, пойду и смою. Ну, вот я смыла скрабик, и теперь я наношу шаг С. Это такой бальзамчик успокаивающий. Противоспалительный. Если даже где-то немножко натерла, оно успокаивает кожу. И, кстати, после этого бальзама я уже не наношу крем, потому что он смягчает кожу очень хорошо. Лицо становится как у младенца. Девочки, на всю эту процедуру у меня ушло минут 15. Но какое удовольствие я получаю, это просто что-то, да? Если у вас настроение не очень, и не знаете, чем заняться, поухаживайте за своим лицом, и настроение поднимется. Что нам, женщинам, еще надо? Для полного счастья. Можно и шейку еще намазать шею. Вот так. О, хорошо-то как! Я прям довольна. Я довольна. Так, ну а теперь мы снимем нашу чалму. Посмотрим, что у нас тут с покрасочкой. Покажу вам, корни все прокрашены. Они всегда у меня прокрашиваются хорошо. И взбрызнем вот этим вот маслом в салон спрей двухфазный, питательный, для всех типов волос. Ценные масла. Видите, оно как двухфазное. Нужно его всполтать. И такой спрейчик. Кстати, пахнет обалденно. Вот. Ну а теперь, мои хорошие, пойду я уложу. Сейчас волосы высушу. И посмотрим, насколько челку я нормально подстригла или не нормально. Ну вот, мои хорошие, уложила я волосы. Хочу вам сказать, что челку, в принципе, я подстригла удовлетворительно. Меня это удовлетворяет, скажем так. Не обкорнала, потому что у меня бывало такое, что кажется еще длинная, а потом хоп, она подскочит и становится короткая. То есть тут еще есть, можно сказать, возможность мастеру все поправить. Не очень короткая. В глаза, главное, не лезет уже все. Наперед я ее, видите, закрутила, а в глаза она не лезет. Вот то, что нужно было мне. Все. Теперь мне осталось привести в порядок ручки и ножки. Села я, девочки, в тазик. Посмотрела, у меня соль. Закончилась. Тоже фаберликовская была соль для ванночки, для ног. И они, кстати говоря, эта ванночка была очень хорошая, как раз перед педикюром. или просто расслабляющая. Ну, поэтому без нее просто в водичку я села. И, в общем, умничать я сильно не буду, потому что я совсем не мастер педикюра. Но так как мастера сейчас на карантине вызвать не могу. Ну, мало ли там что, да. В общем, потерпим еще до следующего раза. Вооружилась я щипчиками и пилочкой. Кстати, вот эта пилочка, она в фикс-прайсе продается. Ну, такие пилочки. Я брала ее в этом профессиональном магазине. Она с одной стороны немножко грубоватая, а с другой стороны для шлифовки мягковатая. И вот пяточки почистить отлично. Делает пяточки прямо как у младенца. Просто как у младенца. Сейчас немножечко посижу. Ножки мои отмокнут. Попилю чуть-чуть. Подстригу чуть-чуть щипчиками. И все. Потом надо будет подстричь мне ногти на руках. Девочки, вы знаете, вот я привыкла уже как родился внук младший у меня. Я тогда уже свой маникюр обрезала. У меня были раньше ноготочки, там красила, пока на работу ходила. Все. А потом обрезала. И вот настолько уже привыкла, что у меня отрастают ногти на сантиметр. Отрастают ногти на миллиметр. И они мне уже мешают. Просто вот мешают и все. Поэтому я их тоже вот этими же щипчиками почикаю, пилочкой подпилю. С кутикулой мне повезло. Кутикулу я не обрезаю. Видите, какие? Ногти аккуратненькие. Поэтому кутикулу я не режу. Просто подстригу и все. Ну, наконец-то я закончила свой педикюр, маникюр. Все, ноготочки обстригла. И сейчас намажу кремом. У меня есть крем для ног Фаберлик, крем для рук питательный Фаберлик. И, в общем, на этом и закончу. И ручки намажем. Все намажем. Все кремом накремим. Пусть все попитается. Пусть кожа получит удовольствие. А я на этом хочу свое видео закончить, девочки мои. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok